Добрый день дорогие севастопольцы, добрый день дорогие россияне, добрый день Сергей Анатольевич Бенали, добрый день Сергей Анатольевич Киселев, добрый день Сергей Анатольевич Нечаев. Традиционно в серии передачи о чем говорят в Бенали поднимаем глободневные вопросы, обсуждаем, рассуждаем, комментируем, предполагаем. И вот сегодня вот такой вопрос, вы наверное все знаете, что в сентябре заканчивается у чиновников, у военных, это вопрос по отказу от иностранного государства, законом это определено, и гражданством, совершенно верно. И вопрос в чем заключается, какие у вас мысли, чем это все закончится, новый срок будет, откажутся, как видите вот эту ситуацию, это очень важный вопрос. Ведь не секрет, что у многих чиновников есть там английское гражданство, израильское, американское, недвижимость у них там за границей, так что они будут, как они себя будут вести при обострении ситуации, и так и ежу, понятно. Вот, кто первый скажет по этому поводу, что? Я всегда показываю на право. Да? Правое, да. Давай, Сергей Анатольевич Киселев. Вы помоложе, за границей у вас нет, ничего гражданца нет. Я патриот города Севастополя, своей родины, поэтому живу в Севастополе, и надеюсь здесь умереть. Ничего, что, что, но, я так сказал просто, что я могу сказать, я думаю, они постоянно его переносят, Я думаю, что они опять его перенесут, потому что все наши высокопоставленные чиновники, все у них дети, все их вклады, все их дома, все они в движимости, все находятся за границей. Вот у меня, как у человека, в голове просто не укладывается, идет сейчас специальная военная операция, против которых он завоюет 50 стран. Больше? Общий подсчет 76 стран. Я сказал 50. Прямо липко, за научуешься. Может быть, я не ошибаюсь. Ну, так и посмотрите, в любом случае, вот эти высокопоставленные чиновники, те же самые депутаты, они имеют мир зданства, то есть страны, которая... Враждует с нами. Да, враждует с нами, открыто враждует. Вот у меня вот в голове просто не укладывается, какое нормального человека, может я ненормальный в этом плане, Ну, в моем понимании, что они опять перенесут его, и они будут его принимать, потому что им это невыгодно. Они сюда приезжают вахтовым методом работать. Пополнить кошелек? Да, здесь у них вахта. Кошелек называется Россия Манни. Все остальное, значит, дом их не находится в другом месте. Поэтому можно, о чем можно говорить, это, как сказал наш поэт, нас учат честной жизни вору, а благородство подлицы. О чем можно говорить? Поэтому я в моем понимании, продлят они его опять, конечно, не буду принимать. Опять будут с экрана что-то рассказывать, опять закидывать. Вот говорить бла-бла-бла. Закидывать опять, вот опять кто-то, что он скажет, опять выскажет, посмотрит. Ну, народ у нас еще такой, после молчит. Терпеливый. Да. Вот я думаю, когда... Вот я и пригожим слушаю. Очень мне он. Наш человек. Наш человек, он вот такой. Я думаю, что если вот не поменяется все, то будут такие действия, как вот... Жесткие меры будут приняты. Как вот он говорит. Да, я думаю, что народ, конечно, уже все прекрасно понимает и все соображает. Потому что у нас народ не глуп и не дурной. Просто вот привык терпеть до последнего. Ну да. Сергей Анатольевич, что думаете? Я думаю, что народ давно все знает, давно все понимает. Просто народ не понимает механизмов, каким образом это можно изменить. Я помню, у нас был, по-моему, Скуратов, что ли, фамилия был, прокурор генеральный в России. А, по-моему, его спрашивали, брать сейчас не буду, где-то в конце 90-х, начале 2000-х, тоже сказали, что неужели вы не видите, что у нас такая коррупция, что у власти стоят воры, люди вообще не патриотичные. Он говорит, да, конечно, мы все знаем, всех знаем. А что же вы ничего не делаете, почему вы их там, ну, а кто, говорит, будет руководить страной? Ну да, где заполнить, как заполнить? Арестовать одномоментно, он говорит, нужно больше 80% чиновников. 80%! Что изменилось с тех пор? Да ничего. И мы вот, меняют их сейчас, приходят молодежь, та же самая, еще хуже, чем была тогда. Я понимаю, что все корни оттуда, из 90-х идут. Там шло разграбление нашей страны. Сейчас война, это как, ну, я не знаю, как слабительное очищение идет, должно пройти. Это должно все, все нарывы, они наружу выйдут. И я думаю, что все равно мы справимся с этим, потому что у нас народ правильный, у нас народ в большинстве своем честный, умный, сильный, смелый. Поэтому здесь, как бы, у меня даже и нет никакого мнения, что, может быть, что-то там, где-то мы что-то проиграем. И одуманенный украинский народ будет рядом с нами. Он уже, кстати, прозревает. Да, там много прозревших, просто ничего пока не могут сделать, потому что наверху, к сожалению, стоят люди, которые все творят вот эти вот вещи. Поэтому, то, что касается двойного гражданства наших чиновников, 1 июля, по-моему, у них срок заканчивается, очередной, там, три раза переносили, что ли. И 1 июля, и никто же не шевелится, никто же не торопится. Потому что, ну, во-первых, продать, я думаю, там сейчас это проблематично. Это у нас же денег немерено в стране, поэтому там все скупали, все, что можно. А сейчас, чтобы продать, продешевить никто не хочет. А если от гражданства откажутся, они понимают, что там все потеряют. Ехали бы туда, вот, сами. То есть, я так понимаю, это все закончится очень плохо. Это все будет катанием, понимаете? Это не получится договариваться, потому что когда-то должно наверху лопнуть терпение, если уже нужно стукнуть кулаком и сказать, что, ну, пошли вон тогда, если вы с двойным гражданством, и валите в свою вторую страну. Потому что, если у тебя там деньги, конечно, у тебя там и интересы, и, конечно, ты душой там, потому что ты боишься, что у тебя там это все могут одобрать. Так что, здесь, я так понимаю, что очень серьезная конфронтация в этом плане нас ждет. А если это опять будут переносить все, ну, я не знаю, это только будет не то, что оттяжка времени, а, я так думаю, будет более тяжелое закручивание гаек, и оно закончится очень плохо. Спасибо, Сергей Анатольевич. Сергей Анатольевич, у вас гражданство есть? Павел, я сейчас расскажу на этот вопрос, да, я гражданин Советского Союза. А, недвижимость за рубежом. Тоже в Советском Союзе. Спасибо. Я рассматриваю этот вопрос, в первую очередь, с той точки зрения, что в каком законе или где в Конституции написано, что права чиновников, депутатов или военнослужащих выше наших прав простых человек. Выше народных. У нас везде написано, что мы все одинаковые, права равны и все остальное. Более того, президент подписал тогда, что до 1 ноя 2021 года все чиновники, военнослужащие, ну, кто, государственные служащие, должны отказаться от иностранного гражданства или улицы. Тянули, тянули, тянули. Никто даже не сыгрался, понятно. Ну, у нас законы такие, что президент, мало ли, что президент сказал, они же должны еще подтвердить. Утвердить. Утвердить же ждали в Госдуму и Совет Федерации. Следующий был до 1 нояря 2022 года, та же самая ситуация. Потом мы с вами поднимали, помните, да, в ноябре месяца, что, ребята, остался месяц, ну, когда-то, что раз. Сейчас, 1 нояря 2023 года все выходят на работу, патриоты, патриоты России. Все, а все патриоты России, это у нас все чиновники и военнослужащие, мы имеем в виду руководство, которое имеет длинное гражданство, да, иностранное гражданство. Далее президент продлил до 1 июля и до 20 июля, точно не помню, говорить не буду. На сегодняшний день уже июнь, никто не собирается, это 100%. Почему? Потому что мы видим, лишиться гражданства, ну, отказаться от гражданства иностранного, это не так легко, не такой простой. Ну, конечно. Есть закон там, если ты сбоку закона должен этого делать. И не только от гражданства, а тех, кто имеет вид на жительство. Значит, ситуация у нас какая. Или же президент должен принять сейчас решение и обратиться к народу, чтобы ему помогли ему избавиться от этих чиновников, от этих военнослужащих, от этих патриотов. И я так думаю, что русских там нету, среди них. Вот. Потому что если бы там были русские, я думаю, что, наверное, они бы первыми пошли на то, чтобы отказаться от вида на жительство иностранного или от гражданства. Поэтому там все чужие для нас люди, для народа России, для национального народа России. И мы должны все-таки, во-первых, они нарушают законы. Что это? Они сами себе пишут законы. Они себя выше нас ставят, чтобы они уже нарушают Конституцию, нарушают равные права. Для себя же законы принимают. Ну, правила равноправимые. Да, и неинтересно, почему Конституционный суд это пропускает. Это мне тоже интересно. Значит, я считаю, что однозначно более терпеть уже нельзя. Президент должен, я бы сказал, даже обязан уже принять кардинальное решение. Какое он там примет, я не знаю. Хотелось бы все-таки, чтобы оно соответствовало закону и законодательству. В определенном случае, я неоднократно говорю, почему мы должны выполнять законы, если сами чиновники их не выполняют. Для лохов пишут, они за лохов считают. Получается так. Поэтому для меня будут они, если это произойдет, лохами они будут уже. И мы в праве, мы в праве. Я считаю, это мое личное мнение, я никого не призываю. Я исхожу из того, что мы видим. Какой пример нам показывают эти депутаты, чиновники, военнослужащие. Поступать так же и требовать президента, требовать от прокуратуры. И там тоже есть вопросы. Наверняка они там тоже хватают среди руководителей по иностранным гражданству. И ФСБ, наверное, тоже. Мы и по СВО видим под действием, что происходит. Поэтому самое главное, наверное, не сказала и будет уместно сказано, что все, кто до сих пор из чиновников военнослужащих, ну кто должен отказаться или уволиться, и они этого не знают, это предатели, изменики. Ну да, так и есть. И это не голословно. Фактически, мы подводим итог, но так и есть. Есть закон, ты это сделал, или пиши, или отказывайся. Не хочешь отказываться, это твое личное дело, тебя никто не доставляет. Чемодан, взял и туда. Я, кстати, что хочу пользуясь случаем, еще добавить, вот недавно мне попалась интересная статья, я прочитал, что ряд стран есть, вот первая страна, которую можно назвать точно, это Соединенные Штаты Америки, в которых, принимая один раз гражданство, то есть это связано так, и там четко прописано, отказаться от американского гражданства невозможно, не предусмотрено законом. Для чего это делается? Что гражданин Америки может оказаться жить где угодно, в любой стране мира, но налоги он должен платить в своей стране. И они очень тщательно за этим следят. Павел Георгий, это не только связано с налогами, это привязывает людей к своей стране, и они уже пожизненно будут их. Что происходит, вы знаете, что каждый четвертый, пятый крупный особняк в Англии, это особняк русского чиновника, фактически, нереально ему отказаться. Павел Георгий, не русского чиновника. Ну, российского чиновника, российского чиновника, правильно, вы поправили. Вот, то есть дети учатся в Англии, дети, у них закладывается мировоззрение, как что-нибудь возвращаться в Россию. Полно постоянно передряги одна, каждые, вы знаете, каждые сто лет в России происходит война. Каждые сто лет. Каждая какие-то смена законов, смена президентов ведет к чему? Что полностью меняется все до основания. Вот, поэтому я, подведя итоги того, что мы сейчас уже проговорили, я считаю, что если уже время закончилось, то есть нужно принимать самые жесткие меры. То есть, вплоть до того, что человека признавать не агентом и лишать его возможности находиться в нашей стране. Не нравится? Увольняйся. Вот тебе до свидания. Там, в какой-то стране. США, Англия, Франция. Пожалуйста, уезжай в твою страну. Но к России ты больше никакого отношения не имеешь. И пенсию ты здесь не будешь получать. Они еще хитро не уезжают, получают российскую пенсию и живут там. Ну, в общем, тему мы полностью осветили. Севастопольцы, что вы думаете по этому поводу? Всем огромное спасибо. И не на Россию, и Асмажаев не должны занимать какие-то посты в городе вообще. Где вы подняли? Я заполь на нахожусь в городе. И все, вот это, что вы должны быть контролировать. Много больше, чем в Севастополе принято. То есть, у нас уменьшили. Мы все делаем для севастопольцев. Никто ж не стоит.